Здравствуйте, дорогие зрители! В этом выпуске вы узнаете, какие изменения произойдут с вашим телом, если вы будете есть свёклу каждый день. Свекла – овощ, доступный каждому, но в то же время его ценность для здоровья организма превосходит все ожидания. Этот овощ можно найти в любое время года в магазинах и на рынках. Если вы садовник, то замечательно, так как знаете условия выращивания свёклы для заботы о здоровье семьи. С детства нам рассказывают о пользе свёклы, содержащей фолиевую кислоту для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ежедневное употребление свёклы может привести к заметным изменениям в организме благодаря микроэлементам. Если вы употребляете свёклу ежедневно, то через некоторое время вы заметите изменения в организме. Не обязательно есть целый корнеплод, можно добавить свёклу в салат или использовать другие варианты приготовления. Свёкла богата клетчаткой, что может помочь решить проблемы со стулом, а также бережно очистить кишечник от токсинов и продуктов жизнедеятельности. Естественные сахара в свёкле способствуют восстановлению микрофлоры кишечника и борьбе с болезнетворными микробами. Свёкла благотворно воздействует на желудочно-кишечный тракт, улучшая работу всей пищеварительной системы и препятствуя развитию патогенных микроорганизмов. Также свёкла может быть полезна при лемблиозе, а при панкреатите помогает облегчить симптомы заболевания. Свёкла может снизить кровяное давление, особенно при склонности к гипертонии. Употребление свекольного сока, как свежего, так и варёного, помогает поддерживать давление в норме. Выберите вариант по вкусу и пейте по 250 мл в день. Свёкла также способствует поддержанию тонуса сосудов, обеспечивая нормальный кровоток и достаточное поступление кислорода ко всем органам, что важно для здоровья мозга и сердечной мышцы. Таким образом, свёкла играет роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, защищает сосуды от кровоизлияний и тромбозов, а также снижает риск возрастных неврологических заболеваний, таких как старческое слабоумие, снижение памяти и концентрации внимания. Свёкла способна хранить большое количество нитратов, больше, чем другие овощи. Но не бойтесь, это скорее плюс. По результатам лабораторных исследований выяснилось, что нитраты синтезируются самим корнеплодом, попадая в наш организм, превращаются в нитриты. Один из этих нитритов представляет собой оксид азота, который повышает эластичность сосудов и снижает кровяное давление. Употребление свёклы действительно может способствовать увеличению потенции у мужчин, улучшая кровоснабжение половых органов. Оксид азота, который выделяется при употреблении свёклы, также является эликсиром выносливости, улучшая эластичность сосудов и кровоток. Это особенно полезно во время физических нагрузок. Спортсменам можно отметить, что вада не придирается к свекле в качестве допинга. Кроме того, свекла богата антиоксидантами, что способствует нейтрализации свободных радикалов в организме и предотвращает изменения в клеточных структурах, связанные с возможным развитием рака. Да, свекла может замедлять старение организма на клеточном уровне. Беременные и кормящие женщины могут употреблять свёклу, так как она является источником фолиевой кислоты, важной для развития плода и профилактики пороков развития, богатство йодом делает свёклу полезной для поддержания уровня гемоглобина в крови и обеспечения достаточного поступления кислорода младенцу, особенно при железодефицитной анемии у беременных женщин. Йод, содержащийся в свекле, необходим беременным и кормящим женщинам, особенно тем, у кого есть заболевание щитовидной железы. Свекла также благотворно влияет на артериальное давление, что особенно важно для этих категорий женщин, избегающих применения многих лекарств. Однако беременным с сахарным диабетом или гистационным сахарным диабетом следует ограничивать потребление свёклы из-за высокого гликемического индекса. Также важно помнить, что свекла может снижать усвоение кальция, поэтому необходимо следить за его достаточным уровнем. Если цель – похудение, свекла может быть полезным спутником. Бетаин в свекле помогает улучшить усвоение белка, уменьшая чувство голода. Свекла также способствует улучшению обмена веществ, выводу вредных веществ из организма, борьбе с накоплением жира, а также обладает противовоспалительным и обезболивающим действием. Максимальная концентрация питательных веществ обычно присутствует в чистом свекольном соке, однако для употребления его стоит разбавлять морковным или яблочным соком, начиная соотношение 1 к 10 и постепенно увеличивая до соотношения 1 к 2. Сырая свекла также полезна, но рекомендуется употреблять ее небольшими порциями. Чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом, тертый корнеплод лучше дать немного постоять или смешать с другими овощами в салате, например, с морковью или яблоками. В вареном, запеченном или тушенном виде свекла эффективна при кишечной непроходимости, лечении атеросклероза и ожирения. Кроме того, ее можно употреблять в вареном виде, особенно если человек страдает сахарным диабетом. Для борьбы с запорами рекомендуется включать свеклу в рацион. Салат из отварной свеклы следует заправить оливковым маслом и употребить перед сном. Маринованная свекла долгое время считалась отличным средством от цинги. Съедобной частью свеклы является не только сам корнеплод, но и его ботва, которую полезно добавлять в супы, салаты и тушеные блюда. Осенью ботва свеклы содержит больше минералов и витаминов, чем корнеплоды. Из свекольной зелени можно приготовить вкусный и полезный квас. Свекла отлично сочетается с яблоками, морковью, сметаной и чесноком. Салат из свеклы с черносливом, грецкими орехами и яблоками обладает приятным вкусом, а его употребление благоприятно воздействует на желудочно-кишечный тракт. Борщ, как любимое блюдо многих, можно обогатить тертой свежей свеклой для сохранения питательных веществ. При этом рекомендуется избегать слишком обжаривать тертый корнеплод. Свекольный или холодный борщ – отличный выбор для борьбы с жарой летом, освежая и насыщая организм полезными веществами – это значительно полезнее, чем пить прохладную газированную воду в жару. Помимо преимуществ в виде низкой цены, доступности и длительного срока хранения, свекла сохраняет полезные свойства даже после длительного хранения, что особенно важно весной, когда организм нуждается в витаминном насыщении. Тем не менее, есть противопоказания артрите. По ниженном давлении и кишечных расстройствах не рекомендуется пить свежевыжатый свекольный сок. Сахарный диабет также требует ограничения свеклы из-за содержания натуральных сахаров. Людям со стеопорозом или недостатком кальция следует быть осторожными, так как свекла препятствует усвоению кальция. При наличии камней в почках или мочевом пузыре употребление свеклы не рекомендуется из-за высокого содержания щавелевой кислоты. Будем надеяться, что вы узнали что-то новое о полезных свойствах свеклы или обнаружили, как использовать ее с учетом вашего здоровья. Берегите себя и будьте здоровы. Если понравилось видео, пожалуйста, подпишитесь на канал.